МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня в программе «Открытый регион» мы будем рассказывать о том, что делает для открытости самый близкий для нас с вами, уважаемые зрители и радиослушатели, уровень власти – муниципалитет. И сегодня в гости нашей студии заместитель главы администрации города Чебоксары Алексей Маклыгин и заместитель директора муниципального учреждения Чебоксары Телеком Андрей Южанинов. Вот мы в одной из первых наших программ говорили, что такое открытое правительство, а что же такое открытый муниципалитет? Для нас открытый муниципалитет – это, в первую очередь, открытость и понятность власти, прозрачность принятия решений. Это, безусловно, вовлеченность граждан и экспертов в управление территориями. Это, конечно, подотчетность и подконтрольность власти, ну и, конечно, открытые данные. Ну, если говорить об открытости, я думаю, что здесь есть два каких-то, может быть, даже три уровня вы меня, эксперты, поправите, да? Это когда власть города вообще такой открытый город повела проект, и они встречаются с людьми там в школах, где-то на территориях. А другая часть – это то, что касается цифровых технологий. В 2013 году для нас, для администрации, стартовал проект «Открытый город». И в рамках этого проекта и должностные лица администрации города Чебоксары, это и глава администрации, соответствующие заместители, встречаются ежеквартально с населением города. Проводятся эти встречи не ради красного словца, не только для отчетов, а в том числе и для… Выполнять, наверное, все эти три задачи одновременно, да? Да, да. И это в том числе и услышать обратную связь с населением, услышать те вопросы, которые волнуют население, но не просто услышать, а, конечно, решать эти вопросы. Кроме этого, в прошлом году мы ввели практику так называемых общественных обсуждений. Понятно, что в вопросах развития территории и в области градостроительства всегда возникает конфликт интересов. Еще какой? Да, между застройщиками и, соответственно, населением. И мы сейчас для себя взяли за правило проводить, значит, общественные обсуждения с населением территории, на которой должна вестись застройка. Ну, естественно, все бизнес-сообщество, оно активно участвует во всех этих процессах, то есть это и во встречах различных, и в общественных обсуждениях, и на различных градостроительных советах, и на, значит, таком институте, как публичные слушания. И мы прислушаемся, безусловно, ко мнению данного сообщества и принимаем решения. А вот как много писем приходит? Ну, сайт, наверное, вообще можно считать первичной точкой открытости Чувашского муниципалитета, потому что это вопрос серьезный, системный, и давно он начался, да? А какое количество писем приходит от населения, как вы с ним работаете? Это же тоже открытость власти. Если брать все наши структуры муниципальные, все наши предприятия, организации, то есть за год у нас более 100 тысяч обращений только от населения приходит, да? Поэтому действительно объем интереса населения к городским вопросам, он понятен, он действительно очень большой, и объем вопросов, которые надо решать, тоже очень большой. Ну, вот вы чувствуете все-таки вот эта борьба с бюрократизмом, с коррупцией, это имеет какой-то эффект вот эти процессы для этого, для самого главного, для наших телезрителей и радиослушателей? Почитать ее, наверное, сложно, но я уверен, что все мероприятия, которые мы проводим, все действия, они в любом случае направлены в первую очередь на борьбу с коррупцией через открытость, через прозрачность, через понятность… Через реальную конкурентность, да? То есть понятность принятия решений муниципалитетом – это самое главное. Когда мы доступны, мы открыты, и есть результаты соответствующие. А что такое открытый муниципалитет чисто технологически, к вам уже как вот к технологу? Ну, как мы уже говорили, открытый город – это возможность каждого жителя обратиться к органам местной власти для того, чтобы внеси какое-то предложение, быть услышанным. И мы понимаем, что это невозможно без информатизации. В целом, информатизации в регионе, в городе в частности. Кстати говоря, город Москва в прошлом году среди мегаполисов мира занял 13-е место по уровню информатизации. Этот уровень информатизации оценивался по более чем 18 параметрам. И среди таких параметров, как количество сервисов, информационная обеспеченность образования, транспорта, медицины, это покрытие интернет, покрытие фиксированной мобильной связью и так далее. Хочу сказать, что по многим параметрам, которым оценивался Москва, мы также проводим огромную работу. И во многом мы являемся открытым городом, имея хорошую информатизацию, имея сервисы достойные и имея очень серьезные планы на развитие в дальнейшем открытого муниципалитета. Ну, здесь хотелось бы еще добавить, не надо забывать о портале государственных услуг, который у нас в Чувашии был еще разработан еще до того момента, как федеральный портал государственных услуг. Начал спускаться сверху уже на наше поле, да? Да, и в принципе достаточно рабочий был портал, и он существует до сих пор. Ну, я для наших радиослушателей и зрителей скажу, что поскольку нет единых стандартов, единого понимания, даже на Западе нет единых точек зрения на многие очень процессы. В России точно так же. Вот у нас существует параллельный портал. Я не считаю это недостатком, я считаю это преимуществом и достоинством. Кстати, в Татарстане, по-моему, та же самая ситуация. Ну и вот в рамках этих же важничных элементов открытого вообще правительства как такового власти существуют еще и многофункциональные центры, да? На одной из программ мы об этом говорили специально, но я думаю, коротко мы сегодня вот на уровне муниципалитета еще раз повторим о том, потому что Чебоксар все равно лидер в этом процессе и, наверное, законодатель моды в определенном смысле. Ну, действительно, в городе Чебоксар МФЦ существует уже достаточно давно, и когда мы говорим о доступности, понятности, и в том числе, конечно, борьбе с коррупцией, то сложно найти более яркий пример, чем создание МФЦ. У нас существует указ президента Российской Федерации, по которому к 2018 году уровень удовлетворенности населением получением государственных и муниципальных услуг должен составлять не менее 90%, и к 2015 году уровень предоставления услуг в режиме одного окна должен также соответствовать не менее 90% от всех оказываемых услуг. Ну, и в рамках этого указа президента, безусловно, мы должны сейчас в первую очередь развивать филиальную сеть МФЦ. Что такое МФЦ? Это МФЦ, в первую очередь, это, наверное, шаговая доступность. Гражданину, горожанину должно быть удобно добраться после работы или во время обеденного перерыва, в самое удобное время. Или выходной день, да. В том числе доработает выходной день МФЦ. До ближайшего места, где он может именно в режиме одного окна, то есть путем однократного обращения, получить услуги по абсолютно разным услугам. Причем эти услуги, они могут быть разного уровня. Это могут быть и муниципальные, и региональные, и федеральные услуги. Ну, вот у нас есть главный МФЦ, в котором 29 окон, да? А теперь будет возникать система еще в каждом районе? Да, совершенно верно. В прошлом году мы в нашем центральном МФЦ еще дополнительно обустроили 6 окон, но этого, конечно, не хватает. И сейчас нагрузка на МФЦ, действующий МФЦ, она уже превышает. Народ оценил, потянулся от чиновника туда. Потянулся, да, совершенно верно. Пусть сами разбираются друг с другом. Да, уже сейчас в существующем МФЦ ежедневно идет превышение проектной мощности. Действительно, более 600 тысяч человек за прошедший год обратились. Это если вот взять жильцов города, да, то почти каждый побывал один раз. Ну, можно сказать и так, да. А кто-то, кто не ходил, помните, вместо вас ходили другие, это им было удобно. Ну, это понятно. Вот для меня, как, в принципе, тоже горожанина, для человека, который живущий в городе, для меня тоже удобно и понятно прийти в комфортный, обустроенный специально для получения услуг центр, где меня обслужит приятная девушка, где с меня не спросят дополнительных документов, где мне четко покажут и расскажут, что мне надо принести, что мне надо подписать, какие документы сдать, где я в очереди буду сидеть не более 15 минут. А это тоже из указа Путина. Да, и мы соответствующие все регламенты наши перевели в соответствии с указом, и сейчас время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут, и мы за это строго спрашиваем и смотрим. Вот. Ну, наша сейчас первоочередная задача, и мы сейчас все для этого делаем, у нас уже идет проектирование первых филиалов МФЦ, это и в Московском районе, это ДК «Салют», у нас на Ильгера мы планируем открыть дополнительный офис МФЦ, и в Новоюжном, на Ильгерским бульваром, это именно размещение ближе к центрам притяжения микрорайонов. У нас только муниципальных услуг 53, республиканских 61 и еще федеральных 18. Но если брать по доле обращений граждан за услугами, ну, наверное, конечно, основная масса приходит именно за федеральными услугами. Это в основном услуги Росрестра, ну, в том числе это и услуги пенсионного фонда, и в том числе это услуги получения паспортов, в том числе заграничных. Это самые востребованные услуги. Ну, естественно, это порядка, наверное, 60% обращений именно за федеральными услугами. Но остальные услуги, процент распределяется между муниципальными и республиканскими. Ну, что популярно в муниципальном? Я видела ваши графики, там ЗАГС лидирует, например, да? Раньше молодожены стояли в очередь, пытались по блату попасть в эту очередь, сегодня они записываются там. Да, услуги ЗАГСа очень востребованы. Ну, кроме этого востребованы и услуги на постановку в очередь для различных льготных категорий по жилью. Это и перепланировка, это и рекламные конструкции, ну и так далее. Ну, многодетные семьи сегодня активно притянуют, наверное, на землю. Это тоже туда относится, да? И сегодня уже встали в очередь в детский сад и пытаемся вставать в очередь в школу. Да, безусловно, постановка на учет в детский сад – это также одна из, наверное, приоритетных и наиболее востребуемых услуг в МФЦ. Хочу добавить, что количество услуг в электронном виде на портале госуслуг на сегодняшний день хотелось бы, чтобы было побольше. И чтобы граждане там были активнее, конечно. Чтобы граждане активнее участвовали. Но, тем не менее, предпосылки для увеличения данных услуг у нас есть. В городе Чебоксары из ста домохозяйств 75 подключены к интернету. То есть возможность у наших жителей использовать услуги на самом деле есть. И очень большой, на самом деле, прошел в последний год рост мобильного интернета. Что тоже создает огромные предпосылки для роста данного вида услуг в электронной форме. Ну, вы правильно отметили. Действительно, наверное, уровень обращений в электронном виде за оказание услуг, к сожалению, пока не так высок. Ну, наверное, у населения еще не сформировалась привычка получать услуги в электронном виде. Наша сейчас основная задача – это популяризация процесса. И в том числе вот эта программа, ваша программа, она этому, безусловно, способствует. И побольше бы таких передач, посвященных именно вот этой теме. К школьникам ходите, на встречах тоже говорите о том, что вам могут писать через интернет? Мы на всех встречах с населением, в рамках информационных дней, в рамках открытого города, на всех площадках говорим о том, что такое административная реформа. Говорим, как предоставляются услуги. Говорим, что предоставляется в электронном виде. Что это самая простая и самый мобильный способ получить услуги и как государственные, так и муниципальные. Можно ли сказать, что у нас существует сегодня уже электронный город? Да, я думаю, можно сказать, что есть электронный город, поскольку вместе с электронными сервисами, которые предоставляются на сайте госуслуг, вместе с сайтами… Уже большим количеством сайтов, да? Большим количеством сайтов, которые есть и доступны нашим жителям. Все там подведомственные учреждения, да? Город дополнительно создает множество еще электронных сервисов. Как-то недавно был запущен сервис транспортных инструкционных систем, умные остановки. Администрация города планирует дальнейшее развитие таких сервисов. В частности, сейчас на этапе создания находится муниципальная генерационная система, создается геопортал, который позволит очень сильно расширить спектр вот таких сервисов и услуг и позволит его сделать, я даже считаю, неким таким центром для получения очень разнообразной информации. Вообще можно же правильно ли говорить о том, что есть вот открытый электронный город, да, вот он в общественных таких ресурсах, публичных, и есть закрытый? Да, конечно. Вот задача ваша чиновники… Наше предприятие, я хочу сказать, оно создавалось и шло от того, что мы поддерживаем, эксплуатируем муниципальную цифровую технологическую сеть. Эта технологическая сеть используется как для связи муниципальных учреждений между собой, связь и телефонная, и, скажем так, данные передаются. Также мы обслуживаем сеть, так называемую закрытую, это сеть безопасного города. То есть система видеонаблюдения, которая построена сейчас в городе Чебоксары и насчитывает на сегодняшний день… Ну, очень важный, я обращаю внимание телезрителей, разрешивающихся, проект, который в Чебоксарах идет «Безопасный город» и «Безопасный двор», да, он связан, понятно, с тем, что пока еще преступность победить мы не можем. Но, тем не менее, вот эта закрытая часть, она обеспечивает оперативность нашим правоохранительным органам при проведении своих мероприятий. На сегодняшний день по системе «Безопасный город» в городе Чебоксары задействовано 135 камер, по подпрограмме «Безопасный двор» задействовано 107 дворов, общее количество камер – 165. Кроме этого, хотелось бы сказать о том, что наша информационная система, которую мы в данный момент создаем, это действительно инструмент принятия управленческих решений путем простой графической информации, когда руководитель, нажав несколько кнопок, может увидеть абсолютно объективную картину с привязкой к конкретной территории. Грубо говоря, среднюю температуру по больнице, а иногда и по палатам, да? Ну да, еще плюс к этому, это все привязано на карту конкретной местности и так далее. Общая территория. Да, мы сейчас в первую очередь разрабатываем пять слоев этой системы, это земельные участки, это объекты капитального строительства, это коммунальные сети, что немаловажно, это очень важный вопрос, это нестационарные торговые объекты и рекламные щиты. Вот сейчас это первоочередная задача, которую мы решаем. Ну, во-первых, контроль и учет того имущественного комплекса, да, постановку его в очередь на капитальный ремонт, что важно вообще в системных процессах, да, бюджетирование. Да, в первую очередь это в одном месте будет находиться вся информация по объектам. Это электронная база данных, которая привязана к конкретным объектам. Это очень важно, такого еще, наверное, пока нет. Она создается совместными усилиями? Вот ваши МУПы там и прочее, они себя что-то проколачивают или это целевым образом кто-то делает системно? Система, она централизуется. Мы фактически создаем инструмент. Инструмент для использования муниципальными предприятиями и службами. Этот инструмент позволяет ответственной организации, которая отвечает за тот или иной слой, контролировать, актуализировать этот процесс. И мы, конечно же, стараемся автоматизировать сбор информации, включая в том числе оплату, задолженность и так далее. То есть, на самом деле, как сказал Алексей Юрьевич, из одного места можно получить как характеристики объекта, не знаю, этажность, площадь и так далее, так и, скажем, арендные платежи, последние платежи, сколько задолженностей и так далее. То есть, на самом деле, информационные технологии должны быть уже полезны и давать результаты. Две задачи носят геоинформационные системы. Это одна внутренняя задача для нас, как для управленцев, опять же, для принятия управленческих решений. А с другой стороны, то, что мы будем открытые данные отдавать для общего доступа, это уже инвестиционная составляющая, когда инвестор может принять решение, нажав, опять же, несколько... Идти и развивать бизнес на определенных территориях. На определенных конкретных территориях. Сегодня на сайте, конечно, в какой-то такой форме это есть, но это будет более широко и публично. Ну, мы в самом начале пути. Первые слои мы сейчас уже доделываем. И на геопортале в ближайшее время все это будет размещено. Не только на городском геопортале, в том числе и на республиканском. Ну, я думаю, в том числе вот этот слой по торговым объектам, по рекламным счетам, это будет повышать конкуренцию в бизнесе, да, и я надеюсь, что в бюджет города деньги тоже, как бы там, поток этих денег должен увеличиваться. Безусловно, для нас это одна из важнейших задач. Одна из важнейших задач, да. Проект «Безопасный двор», «Безопасный город» – это очень важные проекты. Безопасность вообще считаю, что это, наверное, одна из наших важнейших, приоритетных задач не только для города, но и для каждого человека. И когда мы начинали не так давно, масштабно начинали проект «Безопасный город», у нас было там с десяток камер, да, сейчас этих камер уже 132. Они приличного качества? Можно там преступника увидеть и различить, чтобы реально его поймать? Часто там изображение, ну, близко к идеальному. Это не только стационарные камеры, это еще и купольные поворотные камеры, которые крутятся вокруг своей оси и настраиваются, в принципе, на любой радиус. И можно приблизить так, что рассмотреть цвет глаз у человека. Но «Безопасный город» – это понятная, всем знакомая программа, она, безусловно, очень полезная, мы ее будем продолжать. Но наше нововведение, которое мы в этом году начали реализовывать, это программа «Безопасный двор». Я хочу сказать, что подобная программа пробуется, также реализовывается лишь в нескольких регионах и муниципалитетах. Поэтому мы здесь, можно смело сказать, в лидерах. И первые 100 домов мы уже оборудовали камерами. 107 домов, да, прошу прощения. И уже жители этих домов сейчас этими услугами пользуются. В чем разница от обычного локального видеонаблюдения, которые до этого стояли на нескольких домах многоквартирных, на нескольких десятках, может быть, в том, что весь видеосигнал объединен в общую сетку безопасного города и выведен в онлайн-режиме в Центр управления нарядами при УМВД по городу Чебоксара. То есть сотрудники. Может быть, еще никто не успеет даже и позвонить, а полицейские уже будут знать, да? Да, сотрудники могут это увидеть. Мы эту программу продолжаем. У нас в этом году заложены средства еще на следующие 100 домов. Софинансирование жильцов составляет примерно 25% от стоимости этой программы. А жильцы понимают важность этих проектов, да? Ну, я думаю, да. Тем более, если это брать в разрезе на одну квартиру, это на самом деле не такая большая сумма. Вы почувствовали важность работы портала ЖКХ как власти? Конечно. Ну, что такое портал ЖКХ? Это, в первую очередь, инструмент контроля самими же жителями и жильцами того, что происходит у них в управлении дома. Это, безусловно, тот инструмент, который позволяет в открытом режиме видеть полную отчетность о деятельности управляющих компаний. И те управляющие организации, которые не предоставляют эти отчеты, они, собственно говоря, подвергаются определенным административным. Вы же за ними следите, я знаю, вместе с жилой инспекцией наказываете. Более того, существует определенное административное воздействие на такие управляющие организации. Кто не хочет быть прозрачен, тот явно хочет что-то скрыть. Это же априорная вещь, да? Хочу отметить, что, несомненно, частью электронного города являются также сайты здравоохранения, уже уянута сегодня электронная регистратура, сайты образовательных организаций, сайты социальных организаций. Там, кстати, уважаемые телезрители радиослушателей Толип, тоже появилась электронная регистратура в социальной системе и калькулятор, очень полезные такие вещи. Я еще раз упомяну сайт «Транспортно-интернационная система», на которой жители города Чаваксар могут получить полную информацию о прогнозе прибытия транспорта на остановке города Чаваксар. Ну, мы и здесь успели внедрить электронные технологии новые. У нас, вы знаете, уже такое понятие, как, наверное, бумажный проездной билет, он практически канул в лето, сейчас уже последний. Вот еще бы маршрутки, чтобы безопасность в этом виде общественного транспорта была лучше. Последние категории мы переводим сейчас на электронный проездной билет, уже практически, наверное, с осени вообще не будет, ни для каких категорий не будет понятия такого, как бумажный электронный проездной билет. Но и по маршруткам… Вы будете заставлять? У нас в критерии конкурса, который недавно состоялся на осуществление маршрутных перевозок, один из критериев был как раз наличие безналичной оплаты проезд. Ну и завершая нашу беседу в студии, я не могу не задать вопрос об интерактивности, потому что открытость просто предполагает эту интерактивность, да? В каком-то виде интерактивность и сейчас присутствует. Мы через наш официальный сайт, у нас работает интерактивная приемная общественная, туда ежедневно мы получаем различные обращения граждан, юридических лиц, передаем им статус официального обращения и направляем для исполнения в соответствующий законам срок. Мы сейчас практически победили с учетом внедрения системы электронного документа оборота просрочки ответов. Очень важно. Да, и сейчас мы практически вот за год подвели итог. У нас, ну, какой-то абсолютный мизер ответов, которые по федеральному закону были даны не в срок. Ну, абсолютный мизер. Следующая наша задача, безусловно, не менее важная, это повысить качество ответов и снизить до такого же абсолютного минимума количество так называемых отписок. Мы эту проблему сейчас в приоритете для себя ставим и уверен, что уже в ближайшее время результаты будут. Ну, мы, конечно, анализируем и ресурсы России без дураков, и смотрим все обращения и заявления, которые на нем размещены. Ну, кстати, не только этот ресурс, а и многие другие электронные ресурсы, на которых можно посмотреть обращения, какую-то критику даже, да, там, где-то конструктивную, может быть, где-то не очень. Но, тем не менее, все эти обращения у нас анализируются, передаются им определенный статус. Но, конечно, наша задача сейчас эту работу систематизировать. Для этих целей может быть использован наш геопортал с его возможностями отдельного, организацией отдельного информационного слоя, заявок граждан. Ну, это было бы интересно, я думаю, всем, да? Такой опыт есть сейчас. И депутатскому корпусу, который работает на этой почве очень активно, да? Такой опыт сейчас есть в Казани, был реализован народный контроль, и в наших планах, может быть, не в этом году, но, тем не менее, к этому обязательно прийти, такой слой на нашем портале создать. Я благодарю гостей нашей студии за участие в разговоре. И, обращаясь к радиослушателям и телезрителям, хочу обратить внимание, что на сайте городской администрации, на сайте каждой городской и районной администрации нашей республики существует голосование об удовлетворенности качественно предоставляемых услуг. Вот всеми теми видами, как я понимаю, о которых мы говорили, да, и реальные, которые в реальном общении происходят, и в МФЦ, и на портале государственных услуг, и на тех инструментах, о которых мы здесь говорили. Поэтому всем нам глубокой удовлетворенности своей работой и качеством своей жизни.